У моего отца довольно интересная история, точнее, у моего отчима довольно интересная история. Он сидел на наркоте, точнее, в его случае это был Крэг. И это закончилось тюрьмой. Я написал ему одно письмо, там говорилось, типа, когда выйдешь, знаешь, поживем. Я не люблю писать письма в тюрьму, я не люблю навещать заключенных. Он вышел, и мы встретились, и это случилось прямо перед 11 сентября. И мой отчим внес свой вклад в мою жизнь, он научил меня играть в теннис. В 70-х и 80-х он играл в теннис, и я говорил ему, «Вау, никогда не видел черных чуваков, играющих в теннис». Он сказал, «Сынок, ты должен научиться». Люди типа Яника Ноа, Илья Настаси, Бьорна Борга, Витуса Гарулайтиса были моими героями тогда. Так что он научил меня играть в теннис. И он вышел из тюрьмы, и чтобы как-то его приободрить, я взял билеты на US Open, и я подумал, «Ну вот и мы, я и мой папа, смотрим на Виннес Уильямс». Он плакал. Я такой, «Да, пап, знаешь, вот так надо жить. Вот как надо было это делать». Так что мы смотрели на игру «Виннес», и сразу после этого случились события 11 сентября. Но он остался со мной. В первое время мне приходилось следить за ним, проверять ящики, что там ничего нет, что все классно, что он больше не упарывается. Типа, кури свою шмаль, но не более того. И с тех пор все отлично. Кучу денег сэкономили, кстати, на больнице, понимаешь, просто потому что я приложил руки. Иногда достаточно быть с окруженным любящими людьми, чтобы уберечь себя от глупостей. Да, это работает. Поначалу, конечно, шло не очень гладко. Ему было тяжело втянуться, приходилось оговорить некоторые моменты. Были трудности сразу, как он вышел, всякое было дерьмо. Надо было достать ему это, достать то, купить машину. Правда, машину он променял на прошлое увлечение. Так что было несколько моментов, над которыми пришлось поработать. Но сейчас, глядя на него сейчас, знаешь, типа мы тут все добились большого прогресса или типа того, но у него там целая стена. Он олдскульщик. Он не пользуется, он, ты понял, этим. Он скорее... Настоящие фотографии. Ему нужно проявить пленку при помощи своего фирменного проявителя. Так что он помещает пленку в ванну с проявителем. Так что у него вся стена завешана фотографиями людей, которых он встречал. И как я уже говорил, я старался приглядывать. Старался быть сразу за тем поворотом, где начинается вся эта срань.